Как сказать, область применимости, они всегда, они навечно установлены и всегда будут бесконечно полезны. Также я бы хотел сказать, что в уме за эти годы, после Вейса, после Бандау, произошло, ну, стремительное и значительное развитие. Это развитие связано скорее с микротеорией, с продвитием микротеории, но вот в рамках динамики тоже, там, значит, скейлинг, функционная теория фазма селеходов создана, но это микротеория, конечно. Ну и, да, безусловно, эти теории густарения, можно так сказать, в том смысле, что после них появилось очень много, ну, каких-то, более продвинутых теорий, которые, главным образом, чем, ну, может быть, забегая вперед, но чем они отличаются от вот этих теорий, которые мы обсудили, которые мы сейчас будем обсуждать, теорию Лантау. Они, в частности, тем, что в них современных теориях учитываются труппулации, учитываются труппулации. Вот, еще есть такая знаменитая книжка Покровского и Паташинского «Функционная теория базовых переходов». Вот можно уже взять ее там. Вот, она, кстати, тоже, за довольно много времени прошла. Про нее тоже, может быть, можно сказать, что она устаревает, ну, так про все можно, в общем-то, говорить. И вот, прогресс, безусловно, конечно, имел место за эти годы после теории и Вейса, само собой, и Лантау, она тоже очень возрастная, потому что она была создана в 1937 году. Такой вот год, не знаю точно, как это, значит, тот год, в котором Лантау очень большую часть времени просидел в Кутузке, где-то. Как раз в 1937 году он сидел, и если бы не вмешательство к пицце, который прямо к Сталину обращался, он, возможно, будет оттуда и не вышел. Это факт, так сказать, исторический. Вот, но я уж не знаю, там, то ли он в камере этим занимался, то ли, может быть, это было сделано раньше или позже, я не знаю. Ну, в общем, вот, действительно, работы Лантау после Вейса в переходе второго года, это, вот, работа в 1937 году. То есть это тоже уже, конечно, очень долго. Ну, до самого недавнего времени, кстати, обязательно в любом учебнике партнодинамики этих взглядов оказалось. Ну, часто уже так, сейчас достаточно критично, в том смысле, что теория не очень хорошо совпадает с опытом, тут вскоре невозможно. Но, мне кажется, что, конечно, представлять себе обязательно нужно, вот, причем, собственно говоря, эта теория заключалась, да и заключалась. Значит, я уже сказал, что, уже говорил о том, что Лантау отметил некий общий, присущий всем фазным переходам второго рода, признак. Значит, при этом скачком меняется симметрия. Вот, имеется место вот это вот спонтанное нарушение симметрии. Ну, вот, пример, собственно, мы уже рассмотрели. Значит, симметрия магнетика с изотропной меняется на фоксиаду. Такого рода еще, скажем, пример можно привести. Это структурный переход. Вот, вот, если вы возьмете, опять же, ну, учебник Лантау и Лантау, то там, я уж не буду, наверное, рисовать картинку, но не трудно вам себе представить. Значит, вот такое соединение пари-титановый, пари-титановый. Значит, в этом соединении можно не трудно себе представить, как оно устроено. Значит, представьте себе пустую кубическую решетку, в вершинах которой находятся атомы Барри. Поместите в центр каждого куба атом Титана. Значит, у вас будет, ну, из Титана та же самая простая кубическая решетка получена, что только она смещена вот на половину, так сказать, диагонали большой, по отношению к решетке Барри. А кислород сидит в центрах каждой из грамм, из шести грамм, каждой из шести грамм. Поэтому, значит, его больше. И так вот форму пари-титан. Формула такая, пари-титан-три. Так вот, значит, это идеальное, так сказать, такое вот расположение, которому, ну, которое можно определить в симметрии не точки зрения, как кубическое. Симметрия кубическая. Все операции 48 группы кубок переводят этот кристалл, модель эту нашу, саму в себя. Значит, но это при температурах достаточно высоких. Если температура понижается, то, значит, симметрия с качком в какой-то момент меняется на кетрогональную, то есть, значит, вот эти атомы кислорода, ну, и условно китана, просто можно было бы говорить про пари, начинают смещаться от вот этих вот геометрических правильных положений равновесия. И симметрия, действительно, когда эти смещения, ну, хоть какие-то есть, она сразу с качком, значит, в местопублическое, становится кетрогональ. Значит, еще один вот пример ситуации, когда, значит, переход связан с изменением симметрии, и, значит, Ландау вот высказал такую общую мысль, что так всегда, прикладывая к переходу второго рода, так должно быть всегда. Ну, тут еще, знаете, такой вот аргумент, я не знаю, превратил ли его Ландау или Биза, но так вот очень часто говорят, что вот из-за, такого нашего представления о фазном переходе второго рода, можно, значит, сказать так, что при переходах второго рода, вот эта новая фаза, она зарождается, как бы, во всем объеме вещества, но в бесконечно малом количестве. Ну, потому что это сдвиг или это намагниченность, как я уже говорил, значит, ну, действительно, это ясно, что так, в точке перехода между фазами нету разницы. Ну, вот вы чуть-чуть ушли за температуру перехода, да, у вас уже, кстати, тут затяжек перехода, как ясно, никогда не бывает, потому что, вот в отличие от перехода в первый род, значит, по одну сторону, от какой-то одной определенной стороны от температуры перехода устойчива только какая-то одна ваза. И это связано, конечно, с тем, что, ну, симметрия, она либо есть, либо ее нет, либо так, либо это, тут уже, значит, невозможно такое существование, переохлаждение там или перегрева, но его нет при фазных переходах второго рода. Ну, так вот, значит, иногда говорят так, что переходы будут быть только первого рода и второго, потому что мы можем себе представить только два таких варианта образования новой фазы. Вот зародыш новой фазы может образовываться в старых, будучи качественно отличным, ну, как вот, скажем, лед от жидкой воды качественно отличается, просто вид, да, непосредственное наблюдение, но мы понимаем. Но этот зародыш, конституционным образом, то есть за случайностью каких-то движений, он образуется в малом, очень малом подъеме. То есть у нас есть количественное отличие между фазами, конечное, конечное отличие между фазами в переходе первого рода, но фаза новая образуется, потому что должен быть непрежимен точкой перехода и непрежимен химический потенциал. Химический потенциал на границе, так сказать, он один и тот же. И вот эта непрерывность, она обеспечивается так. Для переходов первого рода у нас качественная разница между фазами, но зародыши бесконечно малые, а есть другой вариант, когда фаза зарождается во всем объеме сразу, но в бесконечно малом качестве. Она неотвечима нового качества, ну, в точке перехода его почти, его еще нет, буквально в точке перехода. Так вот, значит, Ландау говорил о том, что переходы второго рода вот как раз характерны вот этой самой симметрии, изменения в симметрии при переходе, и в связи с этим он сказал, значит, давайте строить общую теорию. Не как вот у Вейса там использованы явно какие-то конкретные представления о том, что собой представляет вещество, а давайте будем считать, что мы можем ввести для каждого фазового перехода, мы можем ввести детскую физическую величину, которую будем называть параметром порядка, ну вот, у него, вот это было использовано для этого самого параметра порядка. Значит, это та величина, которая, ну, как правило, в высокотемпературной фазе равна нулю, а в низкотемпературной фазе она возникает, вот это обусловлено этим изменением симметрии, и вот у нас, значит, всегда может быть введен, как он сказал, параметром порядка, который мы можем всегда определить так, что высокотемпературная фаза равна нулю, а в точке перехода он возникает, в нулевом почти, значит, значении, и когда мы углубляемся, температура понижается, значит, он становится, он обретает какое-то конечное значение. Ну и дальше теория строится так. Значит, считается, что об этом, конечно, надо специально это надо обсудить, вот как толковать это, считается, что химический потенциал является функцией вот этого параметра порядка, помимо, там, скажем, температуры и давления, или температуры и поля. Параметр порядка играет роль самостоятельного аргумента в химическом потенциале. Ну и дальше, конечно, значит, в математическом смысле она очень простая. Значит, давайте будем считать, что он в около точки перехода, он, естественно, сколько угодно мало. И мы разложим физический потенциал, значит, ну, представим формулы Деймена, мы постепенял этого самого параметра порядка, и мы увидим, что если мы берем для потенциала вот такое вот выражение, значит, это только черные степени, скажем, мы используем первые черные степени, то этого вполне достаточно за того, чтобы у нас на общем уровне возникла вот эта вот идея, что у нас есть при одних температурах одно решение с ненулевым, это при других температурах. Ну и вот у нас возникают эти две фазы, и мы можем и поведение параметров порядка и найти в общем случае, то есть не задаваясь конкретностью вот этого вещества. Это такая вот общая теория. Вот есть этот скачок симметрии, есть этот параметр порядка, вот вам какие-то общие результаты, которые можно сравнивать с этого. Ну, спасибо за внимание, значит, сегодня уже все, конечно, хотелось бы, я думал, я вам расскажу и про Киоргину Лантауа сегодня, но... А, погоди, там мы... А еще не везде, 2.6, там была шанса, а потом... ... и за начало... ... а потом... ... развернув там... ... но развернув... ... а не, а не, а не, только они в кассируют, а теперь, ну, а, сколько у нас, 10-10? 10 плюс 2... 12, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что ты делаешь? Это Димоновская? Чего у меня?